Друзья, всем привет! И у нас с вами новая камера. В честь такого я даже сделал себе маникюр напильничком, надфилем. Вроде как нормальный, и даже как изоутенцы убрал. Если вам нравится, такую кассицу ставим лайк. Это 4К 25 фпс. Это первый вариант. Также я могу вас все так же продолжать снимать в 1080p, но 50 фпс. Поэтому напишите, что вам важнее. Как бы мелкие детали и так далее. Либо более плавная картинка в 50 фпс. 4К, конечно, круче выглядит. На самом деле для обзоров было бы лучше больше разрешения, но меньше кадров в секунду. Сегодня я... Наконец приехали вот эти полетные контроллеры. Это Matec F411 One. Называются они. Это чисто гоночные полетные контроллеры, которые, наверное, будут сейчас в ближайшее время хитом продаж. Потому что они реально представляют из себя весьма неплохую связку из полетного контроллера, датчиков, ПДБшки и, что самое главное, приемника. Здесь встроенный приемник. Давайте посмотрим поближе. Погнали! Неплохо. У Matec, конечно, постоянно повышается качество. И в последнее время полетные контролеры стали действительно очень красивыми и качественно сделанными. Выглядит полетный контроллер вот так. Но сейчас поближе посмотрим. Вот у нас с вами лежат также в комплекте две антенки. Зачищены они обе на одинаковую длину на 31,7 мм. Это по 2,4 ГГц. То, что нужно. Достаточно длинненький вот здесь и достаточно толстый. Мне не нравится, которые вот черные иногда кладут в комплект с мелкими приемниками, которые слишком тонкие и очень часто рвутся. Также кладется конденсатор. Один 35 Вольт, 470 мкФ. В принципе, прикольная тема. Вот у меня есть, например, такой коптер. Это квад на Omnibus Fireworks. И вот здесь вы можете посмотреть, например, снизу у него толстенные конденсаторы тонталовые. Огромные тонталовые конденсаторы под каждым выходом под регуляторы. Большой объем конденсаторов спасает ситуацию. Коптер летит гораздо плавнее, мягче. И для всей страны бальтовой электроники по питанию меньше скачков. Ей легче работать. Меньше что-то будет гореть. Когда раньше, например, на камерах, я помню, в пиве камерах, резко даешь газ, она могла умереть просто от резких скачков напряжения. В последнее время я перешел на более крупный конденсатор просто потому, что они у меня были. Это 1000 мкФ, 35 Вольт. Они действительно спасают ситуацию. Если раньше коптер потряхивала слегка из-за того, что у него были какие-то вибрации на среднем газу и были помехи небольшие в питании, камера немножко полосила, то после установки вот такого конденсатора все сразу становится на свои места и картинка становится лучше. Коптер чуть мягче летит и так далее. Также и здесь. То есть, модель кладет уже сразу конденсатор, пусть не очень большой, но я думаю, что этот конденсатор довольно качественный, поэтому им можно сразу пользоваться. Впаивать его следует. Если у вас много мелких, то есть, например, 4 вот таких вот мелких, вы спаиваете их на каждую сторону под каждый регулятор. Если у вас один, то ну хотя бы на центральное питание, на вход для батарейки вот здесь, рядом с основными силами проводами. Также у нас есть бабушки резиновые, достаточно мягкие. Они вставляются вот сюда. И после этого контроллер вместе с этими бабушками насаживаются на нейлоновые стоечки. На самом деле, у Mateco все платы практически на одно лицо. Их очень сложно друг от друга отличить. Они очень сильно все друг на друга похожи. Сбоку у нас пятачок, основные силовые провода, потом 4 плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус под регуляторы. Каждая сторона есть сигнальный провод на, чтобы вы получали сигнал. На самом деле, процессор, который стоит вот здесь, это STM-411, она немножко слабее. Она проигрывает по своим вычислительным мощностям. Например, 405-му процессору, который стоит практически на всех полетных контролях в наше время. Но он немножко меньше, немножко компактнее и так далее. Также здесь находится микросхема OSD, а гироскоп — это MPU-6000. Здесь, конечно же, стоит датчик тока, небольшая микросхема обвязки, пару диодиков. С обратной стороны у нас большой диод в случае перепульсовки с грейдом первым и, возможно, спасет. И небольшой бег. Бег, по заявлениям производителей, выдает 2 А, хотя он такой маленький, не знаю. Но, возможно, действительно неплохая эффективность. Ну и самое главное — это приемник. Что же здесь у нас есть? У нас с вами вот здесь вот есть небольшие пины, где можно подключить, опять же, моторы напрямую. Если вы вот этот пятачок сломали, или вы почему-то не хотите туда появиться, можете подключить их напрямую вот сюда. Выходы под камеру и под видеопередатчик. То есть под камеру вы приводите сигнал на полетный контроллер, обрабатывается на OSD и выводится на видеопередатчик дальше. Также здесь есть V-BAT. Если вы не хотите пользоваться этим сенсором, если не хотите пускать ток через эту платку, а у вас отдельно, например, не знаю, 4 в 1 регулятора со всеми датчиками. С другого боку у нас с вами B-Buzzer, выходы на LED-подсветку и 2 UART. Это исключительно гоночный мозг. То есть он рассчитан под частоту 8,8 кГц, поэтому здесь не особо быстрый процессор. Я так полагаю, не нужно было ставить его больше, и они сэкономили немножко места. Есть всего 2 UART, например, без понятия, если у вас все-таки другой приемник, Crossfire какой-нибудь или там еще какой-то, либо если вы хотите подключить видеопередатчик управления, камера контрол, что-то такое. В общем, в любом случае, вы сюда можете подробить еще 2 каких-то внешних устройства. Не забывайте также, что на приемник вам еще один UART не нужен. То есть это у вас действительно 2 полноценных пустых UART. ПДБ-шка рассчитана на 200 ампер, то есть в целом вы можете выжать из нее до 200 ампер, но производитель рекомендует оставаться в пределах 30 ампер на канал, то есть это приблизительно 120 ампер целиком. Black Box здесь, к сожалению, нет, I2C шины здесь, к сожалению, нет, барометра здесь, к сожалению, нет. Этот полетный контролер именно называется Racing. Здесь есть именно то, что нужно именно гонщикам. Тут вот есть две кнопочки. Нижняя кнопочка служит для того, чтобы забиндить приемник. Верхняя же кнопка отвечает за режим вход в режим DFU, то есть в режим Bootloader, где вы можете прошить полетный контроллер. Здесь есть отдельный светодиод, который отвечает за связь. Например, сейчас он горит зелененьким. Это значит, что он еще не забинден. Сейчас мы попробуем его забиндить. Я выбираю режим D16, но для европрошивок, например, D16 не работает, судя по описанию на официальном сайте, D8 выбирайте. Но поскольку мы ставим не европрошивку, а интернациональную прошивку, выбираем BIND, выбираем телеметрия ON и убираем аппаратуру подальше. Друзья, многие не могут забиндить, потому что я с аппаратуры прямо возле приемника. Нажимаем вот эту кнопочку, которая снизу, просто один раз нажимаем. Все, он начал моргать. Теперь отключаем режим BIND на аппаратуре и подключаем. Все, телеметрия появилась. Давайте посмотрим теперь, что у нас в BDF Lite. Прошивка у нас здесь уже установлена. Установлена прошивка M41R. Да, это у нас отдельная прошивка для этих полетных контроллеров, где вы одновременно, я так полагаю, вместе с прошивкой полетного контроллера. Прошивайте еще и модуль, который приемник. Дальше смотрим, здесь у нас уже все вроде как вбито. Вот у нас есть два свободных порта, как видно, конфигурация, давайте глянем. Как видно, у нас нагрузка процессора 12%. Давайте посмотрим на 8.8, что он выдаст. Я думаю, в районе 30% будет загрузка или что-то такое. Как видно, он перезагружается целиком вместе с приемником, но 20% загрузка. RF-модуль, который стоит внутри этого полетного контроллера, поддерживает несколько протоколов. Вот, например, управление с Вайлтосовских пультов. Вот, В-202, Симовских пультов, Чирсеновских пультов, также Флайскаевских, Фрскаевских и Чиновских. Вот это вот новый протокол, который, ребята, как называется, OpenRC, по-моему, протокол называется. Вот это под Невойс вы собираете DIY, передатчики, пульты. И Флайскаевский протокол. Но в данном случае у нас Фрскаевский. Фрскаевский, берем его. Насколько я понимаю, RSI у нас всегда будет показываться здесь без каких-либо проблем. Вот сейчас видно 89-90. Хорошо. Как видно, каналы управления у нас уже работают. Все хорошо, все четко. Я так полагаю, вот это вот один из каналов, по которым выводится RSI. И давайте сейчас посмотрим, что у нас получилось здесь. Попробуем сейчас обнаружить новые сенсоры. У нас есть вся телеметрия. То есть при желании, если вы хотите, вы можете отсюда посмотреть всю телеметрию, посмотреть углы потребления, напряжения и так далее. Кроме того, вы можете управлять, естественно, с луо скриптами, полетным контроллером, управлять пидами с пульта, управлять каналом видеопередатчика с пульта и так далее. То есть это такой ультимативный полетный контроллер, который на самом деле может много чего. И вот этот вот встроенный приемник на самом деле дает большие возможности. Собирается у нас новый проект в кучу. Будет очень интересно. А вот там мы протестируем этот полетный контроллер. А в целом я вижу его как отличную замену каким-нибудь обычным стандартным амнибасом, где у нас просто платка. Теперь у нас есть этот приемник внутри, который позволяет нам подключать его практически к любой аппаратуре. Понятное дело, полетный контроллер стоит не дешево. Получается, берем полетный контроллер, пусть он будет стоить 25 долларов, плюс приемник 15 долларов, те же самые 40 долларов и выходит. А здесь у нас это все в куче. Работает телеметрия, работает управление, работает все как надо. И плюс еще два свободных уарта, которые вы можете использовать для какого-то внешнего оборудования. На этом, ребят, все. Если понравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Интересный полетный контроллер, который мы протестировали чуть позже, но я думаю, у Mateco проблем в последнее время нет. В принципе, все с ним в порядке. Не забывайте также впаивать конденсатор, который здесь они кладут не просто так в комплекте. На этом все. Пока.